Как поехать в Польшу по рабочей визе всей семьей? Где будут учиться дети? Каким образом оформляться в детский сад и школу? Рассказывает заместитель директора третьей средней школы имени генерала Юзефа Савински в Варшаве Иван Петровско-Сиган. По закону Польши абсолютно все дети, достигшие 7-летнего возраста, имеют право на бесплатное обучение в государственных школах. Более того, я бы даже сказал, это обязательное условие. Родителям или законным представителям необходимо обратиться в дирекцию школы района, где планирует жить семья и написать заявление о том, что ребенок будет обучаться в данной школе. С детским садом все аналогично. Как правило, есть места. В крайнем случае, можно выбрать подходящее из нескольких школ или детских садов. Для переезда в страну семье потребуется виза. Въездные документы существуют несколько вариантов, например, виза категории С или обычная польская турвиза. Основанием для получения является национальная рабочая виза категории D у работающего члена семьи в Польше. Работающий родитель подает заявление на воссоединение семьи с подтверждением социальной гарантии. Прикладывает копии трудового договора, страховки и выписки с банковского счета. Заработная плата должна покрыть расходы всей семьи, питание, проезд, необходимые вещи. По европейским меркам, это незначительная сумма, не менее 520 злотых на человека. Всего примерно 115 долларов США, не считая платы за квартиру. В своей стране собираются документы на ребенка и подаются в посольство, а именно паспорт, аттестаты, дипломы, выписки и карты из поликлиники, школы, табель за полугодие или за год. Обязательно с переводом на польский язык и прикладываются две фотографии. По времени процесс обычно не превышает двух месяцев. Напомним, что посольства большинства стран Евросоюза, в том числе Польши, откроются в СНГ в период с середины апреля по начало июня 2020 года. Но документы можно и нужно собирать уже сейчас. До конца этого месяца к Дании и Австрии, которые вышли из карантина несколько дней назад, присоединятся Норвегия, Греция, Германия, Швейцария и Польша. США откроется для визы немного позже других. Но популярная Швеция вообще ничего не закрывала и все предприятия работают в обычном режиме. Всем удачи в переезде!